Строители один за другим выбивают столбы по периметру «Умной площадки». Так они планируют оградить объект от вредителей – домашнего скота. Ущерб составил на сумму около двух миллионов рублей. Сейчас портплощадка частично отремонтирована, а именно восстановили футбольное поле и сразу же его огородили. Остальное планируют исправить до середины сентября. Фактически, я ставлю площадку, ограждение, я уже площадка, от города, я пришла, «Умная площадка» следовала название его. Это должен быть. Мы сняли к認識. Мы сняли к нему должны разобраться, и мы сняли в кешь. Это такое такое, что хрят, это вроде кого-то непонятно. Мы начинаем ошибку. Нам не только едят теория, но и они живут, или тоже закрывают очень близкие. Мы берем какого-то батяка эти доброванные детства. И сразу же делаем о какой-то логике. Куски оторванного мягкого покрытия, волны на поверхности и разбросанный чернозём. Такой предстала перед нами открытая спортивная площадка в Нестеровском. Открытие спорт-объекта любители здорового образа жизни здесь ждали давно. Однако никто не усмотрел, как его быстро испортил бродячий скот. Я не знаю, что мы будем делать. Кто виноват и почему, еще в начале этого месяца разбиралась наша съемочная группа. Как оказалось, объект был возведен в рамках проекта «Бизнес-принт» Минспортом региона. На его создание ушло порядка 18 миллионов рублей из федерального бюджета. По проекту объект шел открытым, так и сделали, строго по плану. Вот только никому и в голову не могло прийти, что свободным проходом воспользуются и домашние животные. Хожу в любой федеральной программе, в любой стадионе, в заложенную, я не могу сказать. Хаим поддаться, но санкции, хоть и сумка, где же мы даем, в любом случае. Я раньше рассчитывал, скажите, гиргизм. Вот сейчас, да, там строится, запланировано тогда еще, чтобы районно администрации. Всего на территории селения два подобных объекта. Площадка является многофункциональной. Здесь можно играть в футбол и проводить соревнования по нескольким видам спорта. До 2016 года жителям приходилось ездить в ближайший город, чтобы заниматься спортом. Открытию объекта были рады все, так и сейчас. Мы можем наблюдать за детьми, которые весело проводят время, играя в футбол. Почему сами же жители допускают у себя подобный беспредел? Не следя за скотом, нарушая покой соседней и односельчан. Стоит также отметить, что ущерб имущества нанесли не только животные. Так, специальная наблюдательная зона тоже повреждена. А именно, несколько пластмассовых кресел остались без спинок. Их планируют заменить на менее комфортные деревянные лавочки. Они прочные, но вот долго на них не усидишь. Ремонт площадки планируют завершить к середине сентября. Адам Гулоев, Асхабила Киев, Новости 24.